Лёха Бучер Добьём ребятам хотя бы тысячу подписчиков, ну серьёзно, ребят, контент делают годный. Переходи в описание, подписывайся, а я погнал. Всем привет, чуваки, и это видос без моей бомбёжки. Это просто процессик с моими мыслями, холста, над которым я работал около пяти дней, потому что он достаточно большой. А именно 40 на 50 формат. Да, такие штуки я делаю очень, очень нечасто, потому что они занимают просто гигантское количество времени. Также многие просили в комментах показывать полный, вообще, вот полный процесс работы, там, вплоть до эскиза. Но, ребят, знаете, перенос эскиза, это, во-первых, неинтересно, во-вторых, это неинтересно, а в-третьих, это просто долго. Допустим, чтобы перенести эскиз на подобный холст, у меня занимает, ну, часа три где-то, что, в принципе, не очень прикольно бы смотрелось в ролике. Да, я переношу большие эскизы на холст по поводу либо копирки, либо при помощи угля, либо при помощи карандашной техники. Потому что, ну, как бы я не хочу, чтобы получилось что-то непонятное. Потому что с пропорциями у меня на больших холстах просто дичь. Также тут немножко со съемочкой получился прикол. Я же снимаю все свои ролики со штатива маленького, стоящего на столе. А данный холст тупо не влезал вообще никак в кадр. Поначалу что-то получалось, но все дальнейшее вообще никак я не мог снимать на этот штатив. Поэтому мне пришлось взять телефон в мои кривые трясущиеся руки и снимать каждый шаг, который я хотел. Уже чисто с рук, чисто на телефон. Но, в принципе, мне кажется, картинка получилась из-за этого даже как-то живее. Да и выглядит все как-то даже, ну, классненько-классненько, скажу я вам. Также, ребят, я хочу вам напомнить, то что вот если вы кляните сейчас на подсказочку, которая сверху выпрыгнула, что на 100 тысяч на моем канале я буду разыгрывать кастом на iPad из вот того самого ролика. Поэтому, если ты тут в первый раз, тебе это интересно, то подписывайся, заходи, смотри тот видосик, и у тебя будет шанс его получить. Также, по своему опыту, я никогда не делаю подобные по размеру работы, исключительно для себя или наличия. Я понимаю, что если мне поступает заказ на что-то большое, то я буду это делать максимально четко, но максимально долго. Потому что я не могу дать человеку работу, которая мне самому не нравится. Ну, просто мне не позволяет, совесть моя, если она, конечно, вообще существует. Поэтому, если я беру подобный заказ, я сижу над ним столько, сколько понадобится, чтобы по итогу каждая маленькая деталька, полоска, точечка, да что-либо, смотрелось просто мега сочно и мега круто. Да, я не очень люблю делать большие работы, по причине того, что они занимают действительно много времени. Я бы с радостью научился делать так, чтобы писать подобную штуку за несколько часов. Но это просто невозможно, ну я не могу, у меня это тупо не получается. Я выгораю посередине, наверное, первого персонажа на подобном холсте, и такой сижу, ну что же, ну что такое происходит. Поэтому, подобные работы я беру не часто. Мне проще делать что-то небольшое, что-то маленькое, что будет просто стоять у кого-то на полочке, радовать глаз, а не подобные большие штуки. Да, я понимаю, это не метровый холст, но это полметра. Полметра тоже как бы почти метр, поэтому вот. В принципе, эта работа меня просто очень дико порадовала тем, что она меня как-то немножко даже из моего состояния вытянула. Она прикольная, также я новые маркера затестил. Ну, как-то так. Если вы делаете что-то подобное, ребят, рисуйте большие работы. Это успокаивает. Это просто отвлечение самого себя, наверное. Вот такая вот работа по итогу получилась. Холст просто шикарный, сочный, красивый, мне дико вкатывает. А главное, что он очень детальный. Поэтому я прям вообще не знаю. Да. А тут вы можете видеть меня, где я показываю его. А, всем спасибо за просмотр. Получилась вот такая работа. Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши абсолютно любой комментарий. И надеюсь, что совсем скоро на этом канале будет сто тысяч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok